Дорогие коллеги, виноградаря, хочу вам провести видеоотчет о том, как у меня перезимовал сорт винограда изумление. Наверное, это еще даже гибридная форма. Выведена она была в 2011 году на современной Донецкой Народной Республике, Россия, Владимиром Белошом. Также я сегодня хотел показать внимательно, как проснулись все почки. Зимой у нас было минус 26. Теплица от мороза не защищает, она не плотно прилегает. Она больше для того, чтобы разгонять тепло летом и, конечно же, чтобы убрать болезни, соответственно, убрать осадки, которых в Подмосковье очень много. Я не случайно выбрал этот сорт, потому что он заявлен оригинатором, как выдерживающий до минус 32. В реальности было минус 26 на улице, но предположу, что внутри было 24-25 градусов. Вот, я нахожусь в северо-западной части Подмосковья. И здесь вы видите, что побеги, почки, все-все-все проснулись. Сегодня я решил сделать, чтобы максимально хорошо было видно побеги. Вот, а также сразу убрать двойнички. Вот, и кое-где даже тройники есть. Мы будем оставлять самые сильные побеги. Вот, потому что двойничков реально много. Мы сейчас не будем на данный момент нормировать побегами. Мы только лишь уберем двойники и тройники. Этот сорт даже, кстати, на вот эти двойнички, вот здесь даже 4 из одной почки, двойники, тройники. Прямо реально их много на этом сорте. Вот, и здесь, ну, которые нижние, я тоже сразу обламываю, которые нам точно не понадобятся. Формировку под побегами я буду отдельно еще думать, какое оставить, какие... Сколько урожая оставлять, это отдельно, я подумаю. Ну, вот, хочу вам более детально показать, чтобы вы видели, вот, что это действительно зимостойкий сорт. Он действительно сильнорослый. У меня, наверное, один из самых сильнорослых. Вот у меня, смотрите, самые сильнорослые. Это, наверное, Аркадия, здесь вот Воплощение и Изумление. А, Орда и Изумление. Это вот 4 сорта, которые, ну, растут как бешеные. Вот, и, конечно, я буду в этом году очень серьезно этот сорт нагружать, чтобы он у меня не стремился жировать. А сейчас я поближе вам покажу все побеги. Вот, таким образом я проведу вам, чтобы вы видели, насколько хорошие, классные побеги здесь. Вот, и чтобы проснулись полностью до самых-самых краев лозы. Так что будем в этом году с хорошим урожаем сорта Изумления. Следующий раз я про этот сорт вам сниму, когда уже будут ягоды, и когда можно будет его попробовать на вкус. Вот такой у меня мини-отчет. А всем хороших, успешных прохождения ночных заморозков. И, конечно, берегите себя и свой виноград.